Рок, электронная музыка и проблемы экологии. Именно так прошел ежегодный фестиваль стихии. Туристы со многих сторон мира посетили город Муйнак, дабы лицезреть столь масштабные события. Для начала отметим, что проект создан при поддержке Министерства туризма и спорта Узбекистана, Российской корпорации Росатом, Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Ну а чтобы быть ближе к природе, гости расположились в юртах и палатках. Условия многим могут показаться суровыми, ибо кругом песок, жара, а ночью достаточно холодно. Но действительно отважных туристов это не испугало. Я из Ганы. Я нахожусь в Нукусе последние несколько месяцев. Я приехал сюда из Актау, чтобы узнать местную культуру и то, как здесь живут люди. Очень жаль, что Аральское море исчезает. А фестиваль мне очень понравился. Он привлек внимание к проблеме Муйнака и чуть-чуть помог его развитию. Я здесь познакомился и подружился со многими людьми. Узнал много нового для себя. Музыка. 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 Как я и говорил раньше, жили гости в основном в юртах, которые передают каракалпакский колорит и имеют целую систему возведения. Мы приняли участие в фестивале, показали нашу юрту, национальную одежду. Чтобы юрта была крепкой, используют веревки из бараньей шерсти и рыбий клей. Для того, чтобы испытать эти веревки на прочность, мастерят вот такие качели, на которые усаживают ребенка. Если они неустойчивые, то качели издают определенный звук. Как только гости расположились, началась первая официальная часть. А именно социальная акция «6 миллиардов деревьев». Для улучшения экологической ситуации в регионе волонтеры за два дня высадили 600 растений. Следующей весной планируется посадить более 4000 деревьев. А для покрытия дна орала нужно порядка 6 миллиардов деревьев. И все это уже есть в планах. Мирзо-Лугбекский университет совместно с экологами провел небольшой эксперимент. Посадили разные виды деревьев и посмотрели, какие из них лучше приживутся. И лучше всех расти начал именно с Эксаул. Его глубокая корневая система позволяет доходить до воды, тем самым открывая ей путь, чтобы она могла подниматься. Ну и плюс ко всему, само наличие дерева не позволяет пустыне расширяться. Вечером того же дня началось самое интересное. А именно долгожданный концерт. Много про него говорить не будем, а просто покажем кадры с места события. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В каком жанре исполняешь? Сегодня я играл «Электроника», «Мелодик», «Даунтемпо» в перемешку с «Брейкбитом». Ага, хорошо. А как вообще на фестиваль попал? Вообще, с самого первого года, в 2018 году, мы просто увидели афишу с братом. Удивились, что это проходит в Узбекистане. И нас это заинтересовало в Муйнаке, так далеко от Ташкента. Поэтому мы сразу без каких-либо вопросов решили ехать. Ну вот ты диджей, как на тебя вышли? Или как ты предложил свои услуги? С самого первого фестиваля я отправлял заявку напрямую организаторам. И каждый раз писал под постами. Грубо говоря, навязывался. И вот на четвертый год, на третий, меня заметили, получается, и сами пригласили. Ну вот ты уже выступил. Какая реакция у толпы? Толпа замечательная, все прям довольные. Все музыку воспринимают на ура, причем любую абсолютно. Это классно, это очень прям мотивирует, заводит и просто классно. Каждый участник фестиваля добирался разными способами. Кто на самолете или поезде, но были и те, кто доехал на личном транспорте. В четвертом дне нашей экспедиции мы прошли от Ташкента, вот дошли до Муйнака. И дальше еще ожидает наша экспедиция более интересные маршруты, более интересные локации, где мы хотим, во-первых, в первую очередь для себя узнать, открыть Узбекистан для себя и показать, насколько возможно на автомобиле проехаться по всему Узбекистану, посмотреть очень много интересного. Одна из важнейших повесток мероприятия была проблема экологии. Ведь усыхание моря повлияло на климат региона. Лето стало более сухим и жарким, зима более холодной и продолжительной. С осушенной части бывшего морского дна ветрами в больших количествах на ближайшие регионы выносится пыль, которая содержит морские соли, пестициды и другие химикаты. В результате обмеления почти в 10 раз выросла соленость большого орала, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны. Орал потерял рыбохозяйственное значение, закрыты порты. Кстати, рядом с одним из них располагалась сцена и палатки. Также имеется ряд негативных последствий для жителей приоралии. Высокий уровень безработицы, высокая детская и материнская смертность вследствие неблагоприятной экологической обстановки. Отчасти этот фестиваль помог местным жителям в материальном плане. Они сдавали жилье в аренду и продавали различную продукцию. И именно поэтому на мероприятии большое внимание уделялось чистоте и экологии. Туристы посещали лекции на научном форуме «Стихия Н-Плюс». А также проводилась сортировка мусора, за который отвечал проект «Хашарвик». Вообще в Узбекистане культура, экологическая культура достаточно на таком зачаточном уровне. И наш проект, именно цель нашего проекта – поднять эту культуру, повысить эту культуру, объяснить людям, что есть смысл сортировать отходы. Потому что у нас есть перерабатывающие заводы, которые это перерабатывают, из них изготавливают какие-то новые изделия. Все, что мы выбрасываем, оно разлагается 100-200 лет. Естественно, это все растет, с каждым годом полигоны растут. Нужно как-то решать вопрос. Дело даже не в том пластике, который мы собрали, а в той осознанности, которую мы зародили в этих людях. То есть они начнут задумываться завтра. Вообще в Узбекистане существует, наверное, уникальная система, почти нигде в мире нет такой системы. На мусорках, куда мы просто относим свой общий мусор, в мусоросборочных площадках, живут люди, там живет человек или целая семья, которые сортируют этот мусор за нас. Если вы неравнодушны ко всем вышеперечисленным проблемам, то в следующем году вы можете посетить это мероприятие. Учиться на своих ошибках. Вот, наверное, главный посыл всего мероприятия. Да, в форме концертов и путешествий. Но в перерывах между развлечениями людям рассказывали о том, какие бывают экологические катастрофы и как их избежать. Если вам вдруг показалось, что проблема Аральского моря, она надуманная или неактуальна, то посмотрите, что с ним стало. Когда-то тут плавали корабли, а теперь люди здесь могут ходить пешком. Давайте же учиться на своих собственных ошибках.